В погоне за гигагерцами и мегапикселями производители смартфонов выпускают новые топовые модели каждый год, а некоторые японские и того чаще. Что же в таком случае происходит с прошлогодними флагманами? Иногда лучшие из них перевыпускаются и продаются чуть дешевле. В итоге получается почти флагманское устройство по цене середнячка, с характеристиками, которые этим самым середнячкам и не снились. Встречайте старого знакомого с обновленными характеристиками Samsung Galaxy S3 Neo Duo. Приставка Neo никак не повлияла на дизайн и конструкцию смартфона. Это все тот же некогда очень популярный флагман компании Samsung Galaxy S3. Тогда было модно делать топовые смартфоны со скругленными краями, поэтому строгим внешний вид смартфона никак не назовешь. Зато на фоне однотипных кирпичиков среднего класса S3 Neo выглядит оригинально. В первую очередь за счет ободка голубого цвета с перламутровым отливом, который немного скрывает толщину корпуса – 8,6 мм. Несмотря на то, что S3 Neo полностью сделан из пластика, весит он немало – 133 грамма. Зато сборка шикарная – ничего не скрипит, задняя крышка не продавливается, при сдавливании нет ни единого скрипа. Какие из смартфонов среднего класса могут похвалиться таким же корпусом? Правильно – никакие. Переднюю часть, несмотря на непривычную скругленность по краям, не узнать невозможно. Сверху – логотип компании Samsung, разговорный динамик под решеткой, датчики и фронтальная камера. Слева вверху затаился достаточно большой светодиод, который еще и настраивается в специальном меню «Индикатор». Например, во время входящего звонка или при получении уведомлений он будет моргать синим цветом. Снизу блок из основной кнопки «Домой» и двух сенсорных, которые при выключенном экране совсем не видны. Весь блок управления немного смещен вниз, так что к управлению придется привыкать. Задняя крышка сделана из крепкого и маркового пластика, но отпечатки пальцев видны только под определенным углом. Сверху по центру находится камера, по бокам от которой нашлось место для большой вспышки и основного динамика. В отличие от вот этих ваших современных флагманов, у нашей топовой для 2012 года модели крышка съемная. Под ней находится аккумулятор, который тоже можно самостоятельно сменить на другой. Два слота для сим-карты формата micro и один для карты памяти microSD объемом до 64 ГБ. Кнопка питания блокировки находится в удобном месте сбоку, прямо там, где находится большой палец правой руки или указательный левой. Качелька громкости на противоположной грани. Вверху порт для наушников, внизу единственный микрофон и порт microUSB. Galaxy S3 это смартфон тех времен, когда производители еще не могли определиться с оптимальным размером экрана. Именно поэтому в Galaxy S3 Neo золотая середина, матрица Super AMOLED с диагональю 4,8 дюйма. А это означает эталонный черный и сочные цвета с немного перекрученной контрастностью. Белый цвет в Super AMOLED отдает зеленью. Добро пожаловать в 2012 год. Разрешение 1280 на 720 точек, что при почти 5-дюймовой диагонали дисплея дает нам 305 ppi. Пикселей разглядеть почти невозможно. Еще одно преимущество S3 Neo перед современными середнячками – максимальные углы обзора. Цвета не инвертируются, картинка не блекнет. На солнце информация на экране читается отлично. Единственная претензия к дисплею – слабенькое олеофобное покрытие. В обновленной версии флагмана Galaxy S3 компании Samsung пришлось идти на компромисс. От мощного процессора Exynos Quad отказались, зато немного увеличили объем оперативной памяти и обновили графический чип. Получилось очень неплохо. Смартфон работает на четырехъядерном процессоре средней мощности Qualcomm Snapdragon 400 с частотой 1,4 ГГц, графика Adreno 305. Оперативной памяти вместо бедного гигабайта целых полтора, которых хватает для шустрой работы не самого нового Android 4.4.4.4 Встроенной памяти 16 ГБ, плюс можно поставить карту памяти на 64 ГБ. Оставили даже NFC-датчик, с помощью которого можно синхронизироваться с разными аксессуарами. В общем, обновили практически все, кроме оболочки TouchWiz. Она тут старой версии и выглядит не особо современно даже по сравнению с бюджетными смартфонами компании Samsung на пятом Android. Иконки в старом дизайне, большие кнопки в меню и моя любимая кнопка приложь, которую нельзя никуда переместить, здесь и рудимент старой версии Android – контекстное меню, вызываемое по нажатию на сенсорную кнопку слева. Хотя вам никто не мешает установить из Google Play какой-то другой лаунчер и поменять тему. Зато даже в не самом новом TouchWiz есть несколько удобных функций, которых даже нет в современных смартфонах среднего класса. Например, режим работы с несколькими приложениями на одном экране или простой режим с большими иконками и спалинскими шрифтами. Или, к примеру, можно выключить звук уведомлений, приложив ладонь к экрану. Сама система работает шустро и совсем не тормозит. Производительности 400-го Snapdragon хватит даже для ресурсоемких игр, правда, в некоторых из них нужно будет установить средние настройки графики. Камерой на 8 Мп в 2015 году уже никого не удивишь, но у нас же бывший флагман Samsung, поэтому камера у него не такая простая. Светосила 2.6, стабилизация изображения, неплохо работающая функция HDR. Снимки получаются насыщенными и с отличной детализацией. Баланс белого работает отлично практически во всех условиях, шумодав не буянит. Можно даже поэкспериментировать с макросъемкой. Результатом я остался доволен. Видео записывается в разрешении HD с частотой 30 кадров в секунду. Фронтальная камера умеет делать снимки с разрешением 2 Мп. А вот емкость встроенного аккумулятора 2100 мАч, что, честно говоря, немного для современного смартфона. Но с Super AMOLED-экраном и не самым мощным процессором Galaxy S3 Neo может легко проработать больше суток. В среднем режиме нагрузки с автояркостью. При просмотре видео через стандартный плеер телефон продержался около 8-9 часов. В итоге у Samsung получилось перевыпустить один из самых популярных Android-флагманов в том же качественном корпусе с улучшенными характеристиками и многими функциями, которые есть у более дорогих телефонов. И все это продается по цене середнячка. По-моему, отличная идея. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok